Президент Шавкат Мерзьюев подписал постановление о мерах по кардинальному совершенствованию системы подготовки кадров в сфере транспорта. Документом предусмотрено образование Ташкентского государственного транспортного университета и академического лицея в целях кардинального совершенствования системы подготовки высоко квалифицированных кадров для сферы транспорта республики на основе передового зарубежного опыта и международных стандартов. Остальные детали раскроет комментарий программы. Система транспорта и ее сбалансированное функционирование имеют стратегическое значение, особенно в нынешнее мобильное время, когда доставка пассажиров и грузов это не только современные самолеты и автомобили, это еще и логистика и коммуникации, дороги, развязки и так далее. Однако из-за отсутствия единых требований к подготовке кадров в сфере наблюдалась не только их нехватка. Квалификация уже дипломированных специалистов в Узбекистане оставляла желать лучшего. Инновации и последние стандарты ушли вперед, а потому в соответствии с постановлением президента о мерах по кардинальному усовершенствованию системы подготовки кадров в сфере транспорта на базе Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, Ташкентского института по проектированию, строительству и эксплуатации автомобильных дорог и факультета авиакосмических технологий Ташкентского государственного технического университета образуется Ташкентский государственный транспортный университет. В каких кадрах нуждалось Министерство транспорта? Это непосредственно унифицированных и интегрированных специалистов широкого обзора всей транспортной отрасли. Непосредственно кадровый потенциал узких профильных систем железной дороги, авиационной отрасли, автомобильно-дорожного строительства, автотранспортного средства было. Естественно, подготовились кадры, однако более года работы Министерство показало большой дефицит унифицированных и интегрированных специалистов. Вводится должность первого заместителя ректора, на которую будет назначен специалист из-за рубежа, в прерогативу которого и войдет синхронизация передового международного опыта в образовательный процесс. Так вот, с нового учебного года вместо 46 направлений бакалавриата обучение будет осуществляться по 18 абсолютно новым. Планируется готовить кадры на основе совместных с Германией, Кореей, Китаем образовательных программ. При каждом факультете начнут функционировать по 6 научно-исследовательских лабораторий, которые тесно займутся реальными проблемами транспорта на фундаменте глубокого научного подхода. Необходимо отметить, что документом также предусмотрено развитие и создание базы подготовки научного потенциала Республики Узбекистан, подготовка научных деятелей в сфере транспортно-логистического потенциала Республики Узбекистан. Обратите внимание, через Центральную Азию, через Узбекистан проходят многие транспортные коридоры. Транспортные коридоры Китай, Центральная Азия, Европа, Иранские порты, Афганистан, Пакистан, Россия, Прибалтийские порты – это все в основном проходит транзит через Узбекистан. Чтобы развивать наш транзитный потенциал, экспортный потенциал, нам нужны специалисты. А эти специалисты будут готовиться к нашим транспортным университетам. И они будут не только в одном направлении железнодорожниками, они будут универсальными, они будут крупными, мощными логистами, которые могут организовать транспортные перевозки со всеми видами транспорта, включая железную дорогу, авиационный транспорт, автомобильный транспорт, морской транспорт и так далее. Надо обратить внимание, что кроме транзитного потенциала через Центральный Азия, через Узбекистан, мы впервые в Центральную Азию запустили высокоскоростные поезда пассажирские. А как бы мы не мечтали бы, чтобы на будущем такие высокоскоростные поезда двигались бы в направлении России и другим международным назначениям. Для этого опять-таки возвращаемся, нам нужны сильные специалисты, грамотные специалисты. Опыт Германии, который будет взят за основу, станет залогом акцентирования внимания на практических занятиях и повышении квалификации. Один день в неделю студенты будут проводить на объектах их специализации, потому как из-за оторванности от практики практически нет научных работ в данной области. Создается попечительский совет университета во главе с первым заместителем премьер-министра, в задачи которого войдут организации финансовой помощи для развития и обеспечения эффективной деятельности, содействия в трудоустройстве выпускников, оказание содействия в развитии и продвижении международного сотрудничества в области образования и науки, поддержка новых форм и программ, направленных на развитие высшего образования, а также совершенствование внедрения в практику результатов научно-исследовательских работ. До настоящего времени специалистов мы готовили для гражданской авиации. В российских вузах большинство мы готовили за рубежом. Но данный документ позволит нам подготавливать наших специалистов с привлечением профессорско-преподавательского состава, научного потенциала страны, у нас с учетом всех мировых стандартов. Для организации учебного процесса новому университету передаются здания, вошедших в его состав институтов, а также в рамках инвестиционной программы в этом году будут возведены три новых объекта, отремонтированы и реконструированы уже имеющиеся. Всего на сумму 243 миллиарда сумм. Помимо этого будет стимулирован профессорско-преподавательский состав. Также, согласно постановлению, будет создан академический лицей при университете.